здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить о песнях о творчестве о том что творчество бывает разделено на некоторые этапы иногда даже имена меняются иногда возвращаются обо всем нам этом будет рассказывать татьяна тишинская российская певица которую многие из вас помнят по как-то говорят творческий псевдоним каролина каролин до сих пор называют каролина а ну сейчас пошла же моды на 90-е годы и сейчас вот мне звонят как татьяне тишинской как и просят а можно вот парочку-троечку песен а спеть под брендом каролина я буду так как это мой бренд поэтому я найти как есть такое выражение имею право вот и пою пару песен но это кстати здорово представляете что сегодня мы знаем таких исполнителей которые раньше как было просто нужно было еще придумать ну и звонкое название группы коллектив там знаю потом пошла мода помните люба миша вася петя вот чтобы ближе к народу быть на а сейчас же может один человек выступать в трех ипостаси здесь он поет лиричные песни тут почему-то рок а тут чуть ли не реп и пожалуйста то есть три разных имени три разных брендов и сейчас очень удобно что да а ведь я же сейчас по сути я исполняю шансон но сейчас вот шансон на таком этапе что кто называет попсовый шансон почему потому что а в концертах участвует принимает участие владимир жадамиров но это шансон шансон а люба успенская шансон шансон шаман да а газманов да лолита певец слава это что и стас михаилов конечно то есть поэтому сейчас вот это вот бренд как таковой шансон если раньше это было ты чё блатняк поюремная тогда ты голуби летят над нашей зоной понимаешь нет голуби не пою под него голуби уже просто ли тебя голуби они просто уже летят над нашей зоны поэтому сейчас это как свое время трофимов простите трофимов сказал что я поют то что мне нравится конечно потому что он безумно талантливый человек я вообще счастливая меня но как я таратуре отлично отлично да да рассказывается рассказа меня жизнь а вот сталкивает как-то сводит с людьми в какой-то вот трудный момент а вот как каролину меня сделал трофимов да как тишинскую когда вот я спела там успела знаете как называется свое спела попала в аварию пришла в себя и поняла о том что я не хочу быть каролиной а хочу я что-то такого другого что-то такого и в этот момент звонок по телефону и ко мне приходит михаил круг домой я вообще по не коль я понятия не имела кто это я просто вот я не знаю опера конечно и он не таким низким голосом каролин него телефон далее вот такая такая фирма и вот туда сюда вот я могу к тебе приехать не к вам а к тебе я бы михаил ну конечно заезжайте вот такой толстячок заходит с усиками пузатенький с гитарой вот и сил за гитару и мне поют песню ведь я тебе ее дарю как каролине и я говорю михаил так вы знаете я говорю так это получается но вообще не каролина ни разу он играет ну какая разница те как зовут а не жиро на таня я дына у меня фамилия разина какая разница я воробьев стал кругом ты живешь где на тишинке будь татьяна тишинской вот и я просто так вот кольда просто предупреждая все вопросы а то у меня было ровно разные стороны да вот и я просто так я иду и записываю его вот эту песню уже как тишинская да и тут мне звонок от вячеслава клеменкова кто оказывается писал ты же знаешь катя огонек на маршалу он мне дарит 4 песни тут меня судьба репертуар пошел конечно а тут меня судьба сводит с кем бы ты думал с еленой хрулевой она же военга ты понимаешь она мне тоже пишет песни и думаю так как а кофту в оформлении это на альбоме что делать на альбоме надо же сесть как-то красиво я же привыкла каролина да надо сесть там желательно очки шляпа и у меня фотографии есть обычная где вот я сижу была волосики растрепаны я беру вот так вот переворачиваю этот как называется не негатив и общем челочка обычно направо здесь челочка налево я выпускаю как татьяна тишинская и успокаиваюсь и через три месяца у меня пошли гастроли коль вот народ как были те которые как каролину и как тишинскую принимал то есть совмещенный лекторат и сначала были вообще вот ты знаешь опять же обязательно ты задашь этот вопрос как меня приняло приняло шансонное братство очень в штыки потому что чем нам конкурент зачем почему она пила попсу успела пила попсу да и пришла в длинном платье с разрезом это сейчас и в длинном платье с разрезом понимаешь а я-то пришла в имиджи каролины понимаешь и начала петь вот эти вот песни каким-то определенным и кто ты думаешь встал на мою защиту кто естественно круг но на мою защиту встала прям вот вот на амбразуру катя огонек и вот потому что женского много же более мало женских персонаж это вот такая вот женская солидарность понимаешь и вот наверное вот судьба так вот выбрала и вот то что вот я стала татьяной тишинской я ни секунды об этом не пожалела может быть публика не стадионы а там 12 тыс но я вот это самое основное они верные там придет в тысячник тысячи человек придет в ресторан 300 человек вот войну они будут мои понимаешь это очень очень важно потому что попса ну ну немножко по-другому не верно опять же вопрос точно задавали должен задать потому что она не все слышали ответ все таки кого больше то каролина что осталось от каролины и что появилась у тишинской какие изменения произошли я считаю что кардинальные колоссальные а кроме наверное естества вот на внешности я не стала надевать кепку как мне посоветовали а советовали на на день кепку быть будь ближе к народу какая-то выходи вот репетируемого зачем мне если у меня песни угостите даму сигаретой до сигареты 3 2 минуты зачем я вредно сразу же абсолютно я бросаю курить я уже бросила курить а я уже не курю сейчас скажу 15 курить но провели провели работу сразу правильно коль на вот закончится эфир да я тебя вот утащу и ты мне расскажешь понимаешь как уметь спать и как не курить но вернемся сейчас такому важному моменту как люди которые помогли во второй части мы будем говорить о люберцах потому что любит иметь непосредственное отношение к нашей сегодняшней гости серёжа трофимов прозвучало имя а так получилось чтобы мы оба знакомы с ним и он тоже пробивал себе скажем так дорогу делал как сейчас говорят сам себя и так далее вот вообще участие этих людей как я понял она как отчасти случайно отчасти не случайно вот какие воспоминания трофимове потому что так понимаю большую роль сыграл вот в этом перевоплощении огромную роль он сыграл огромную роль мажорем ему это надо было что он такого увидел в королеве а я не знаю это очень хороший вопрос между прочим впервые меня спрашивают и задают мне этот вопрос мы познакомились с ним случайно на студии и мне юра андропов сейчас он до сих пор у него звукорежиссер вот сколько уже лет там сколько ездит он да вот мы юрка мне андропов говорит он говорит слушай таня а ты знаешь сейчас где придет парень вот неплохой вот такой вот парень неплохой текстовик музыка у него неплохая и приходит невысокого роста такой кучерявенький такой ну совершенно обычный и как говорят то что для мужчины абсолютно не важна внешность через час буквально я поняла о том что очень красивый через два часа когда он взял гитару и стал петь божий какой пустяк тогда иванов пел никто не знал все он понимал тут я поняла что с этим человеком я бы пошла в огонь в воду и медные трубы и бы прошла бы понимаешь и он мне говорит слушай а давай я тебе напишу альбом я опять же я серьезно не отнеслась вот понимаешь каждый сказать ольгу конечно и вот он мне звонит и говорит танька я написал альбом тебе супер я говорю альбом как он ведь пока четыре песни и вот это вот мама все окей вот это ну на кой нам эти штаты я тут же еду снимаю клип прошу прощения тут еду снимаю видео в питер вот и в общем то с его легкой руки как бы я поехала просто я передать тебе не могу как я поехала это это было что-то вы сейчас общаетесь мы сейчас общаемся крайне редко вот прям вот крайне редко у меня недавно она был эфир и и это вообще лучше и не говорить можно это и вырезать потому что а как он с удовольствием приехал бы но у него он приболел и поэтому я его видела на как бы вот в студии где станьте да 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 включили он вытан привет там ну а все я очень рад за тебя ну конечно а потом николай сейчас такое время как сказать я вообще сама по себе такая женщина и всегда была такая я никогда не люблю навязываться особенно к женатым и замужним то есть то есть женатым и замужним это же такая это очень очень тонкая грань очень тонкая грань я знаю прекрасно иосифа пригожина то есть еще темка у меня было два годика понимаешь и он ездил за мной на велосипеде девушка давайте познакомимся у меня группа южный транзит понимаешь то есть я сколько лет его знаю но у меня в мыслях не будет позвонить понимаешь и сказать там юс а вот помоги мне в том-то там или помоги мне в том-то не могу а вот с другой стороны вроде для работы ты иногда и нужно это но как-то так подцепить сказать или какому-то композитору позвонить или какому-то автору сказать вот хоть не хочешь мне песенку написать я сейчас условно говорю по нему разные подходы могут разные да 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 репертуар же нужен безусловно так не звонят и мне предлагают песни чудесные ведь я взяла песню у трофимова он был никто я взяла песню а у круга то есть она не хитовая вообще ни разу то есть красавчик называется но я взяла потому что мне понравилась харизма вот я взяла и сейчас и имеет миллионы просмотров песня волчица просто вот волчица да это написал обычный парень из иркутска вячеслав исецкий понимаешь я услышала эту песню я сказал да я ее спою понимаешь то есть для меня не важно совершенно звездность автора важно смысл что конечно конечно вот сейчас вот я работаю с великолепным автором есть такой олег попков он написал начиная от пугачёвый жасмин то есть всем абсолютно филиппу киркорову самые-самые супер хиты но я с ним познакомилась в адлере в гостинице то есть за обедом мы познакомились случайно и не случайно до случайно и не случайно понимаешь и с ним будто спели дуэт и он говорит анти знаешь а давай не дуэт а давай вот соль на эту песню сейчас вот он собирается делать огромный сольный концерт вот понимаешь вот у меня вот как-то вот вот как-то вот так вот выстраивая ну хорошо сейчас мы идем к первой паузе наши сегодняшний она же кстати будет последняя но хочется концерт продолжался все время как вот в оперном театре первый антракт 2 3 4 вот но а прежде чем мы сделаем небольшой перерыв вот на сегодняшний день что главное для певицы вот что главное это чувствовать что я пою то что хочу чувствовать что я выбираюсь того что я хочу или я все время в поиске нахожусь как какие творческие вот мучения там внутри пройску я отвечу на этот вопрос и он будет может быть неожиданный такой мой ответ не то что там я пою то что хочу это безусловно востребованность потому что а когда вот была пандемия и вот это вот востребованность она и рады бы мы поехать да но мы сели это знаешь что творилось с моими коллегами кто-то начал пить кто-то там развелся с женой разбежались жили по 10 лет душа в душу понимаешь и я не знаю вот эти вот два года мне было безумно тяжело но так как я очень во первых я возобновил писать книгу о шоу-бизнесе думаю таня начинай-ка ты то что закончила пять лет назад раз время вот начала записывать какие-то песни что-то чего-то в общем меня домашняя работа до миновал вот это вот такой кризис хотя но был вот этот момент но это труба вообще это и когда я поехала через два года на концерт глоток свежего это не то что а понимаешь со мной была вот полу истерика вот у меня микрофон а вот так вот трясся мне показал сейчас я его приподнесу меня а зубы а мои он будет вот состоялась слава богу продолжается сейчас сделал небольшую паузу напомню что у нас гостях татьяна чешинская российская певица продолжательница великого дела каролина ох пауза напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях татьяна тишинская российская певица мы говорили и о первой ее ипостасе когда она работала под именем каролина и говорили уже о периоде шансона и о тех людях которые сыграли определенную роль в ее жизни но сейчас начнем с люберец потому что люберчанка до жительница городского округа люберцы 400 лет исполнилось в этом году городу какие ощущения о николай это вот ну наверное вот я очень-очень сентиментальная вот сейчас я въезжала в люберце сейчас я естественно не буду плакать да и не потому что там мне не поверят я въезжала в люберце я понимаю о том что ну то что вот я родилась это понятно то что у меня папа здесь служил в томилино это тоже понятно но у меня же первый муж у меня же отец темки он из люберец и как вот я в него влюбилась и как вот этот и так люберцы изменились вообще вы просто изменились и я думаю я теперь эту улицу льва толстого ты не найду наверное и вот такой вот как вот прям вот как как жалость сегодня в начало да да и меня даже вот как его знаешь как вот зазнобила немножко ага вот такой вот ну конечно самые теплые воспоминания самое такое воспоминание добрая когда мыслинусь к соседкой там же было много частных домов мы побежали частные до дома обворовали бабушку до надергали лука и принесли домой и у меня мама и няня моя это моя прабабушка она спросила танечка внученька это откуда я говорю мы украли у бабки вот и что сам что они со мной сделали то есть они меня трясли как грушу заставили вернуть этой женщине извиниться и вот с этого момента то есть я даже не понимала что я своровала вот но с этого момента я поняла о том что чужой брать нельзя надо свое искать конечно конечно но и вот 400 лет люберцам исполняю исполнилось вернее на весь год мы отмечаем эту дату вот вам пример того что такое возвращение смотрит что все по-другому наверное так и в жизни и в профессии иногда нужно опять возвращаться к началу может быть выбрать друг вот иногда же можно как камень стоит выбор дорог выбрал одну дорогу прошелся по ней вернулся а теперь пойду-ка я по этой дороге то есть такой же вариант рассматривается сегодня есть определенный запрос на этот жанр который мы тоже говорили в первой части городской романс шансон как угодно и даже федеральные каналы посвящают этому целое шоу что раньше было себе вообще очень трудно представить некоторые из а так как получилось что пару до своей деятельности я практически со всеми переобщался и так и качестве интервью как говорится добро пожаловать в семью вот я всегда задал такой вопрос почему эти песни вот это исполнение она же сюда особенно немножко не похоже на другое даже самая лучшая попса самая нежная самая лирическая самая любовная она не так вот звучит как вот эти песни которые как будто бы для тебя кто-то написал да вот в чем главный смысл вот нашего сегодняшнего романтического шансона а я считаю то что а эти песни они спеты и душой и сердцем это очень очень важно если вот просто для примера что песню каролины я пела восемь часов на студии по фразе понимаешь мама остановили на какой издались нам эти штаты стоп молодец еще раз мама стоп остановить сейчас это можно рассказывать конечно конечно тогда так все пели абсолютно тогда пели вообще под чужую фанеру вот то шансон как таковой ты поешь три дубля максимум это этого до конца от начала до конца до маленькая жизнь это да да это вот должно вот пройти вот сквозь тебя должно пройти поэтому не каждая песня подойдет просто не каждая песня подойдет мне говорят а чё-то аркаши не позвонишь укупнику что я буду звонить то а что он мне напишет или лёня величковский до этого бывшая муж лады dance он чудесный композитор что он мне напишет а вдруг но я хотел с ним на связи я уже для со всеми же в принципе а там раните внимание это же интересная история сама поменялась может быть и другие поменяются это что же очень интересно он сейчас вроде как в кино ушел песню вернется но я сейчас работаю еще супер автором кто есть такой александр смирнов он живет в питере и я считаю вот сейчас он мне написал две хитовые песни я уже их записала то есть надо свести и сейчас третью новогоднюю я поеду в ноябре вот выберу там дня три чтобы вот нам с ним спеть и и и снять видеоролик под новый год когда мы это увидим как снова медиа дружба есть я имею ввиду каналы видео хостинги социальные сети все работает я вообще меня не было полтора года по всем известным причинам кто поймет кто не тоже я была в таком числе германии я вышла больше чем на год из всех соцсетей и потом когда мне позвонили из калининграда организаторы концертов там и ездила на ну как это сказать знаешь как на дна на дружбе там вот позвонит кто-то там день рождения юбилей лепада да 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 вот и мне деталь вернись и вот я вернулась я сейчас в контакте потому что конечно в медиа пространстве надо быть обязательно часть нашей работы да и как только вот я вернулась в контакт в контакте там как это модно как угодно вот у меня тут же прошла вот сейчас одна съемка на федеральном канале завтра у меня другая съемка на федеральном тоже канале ну наверное конечно нельзя пропадать но иногда скажем так иногда вынуждает причины нас еще иногда просто не хочется никого видеть как любому человеку конечно коль но когда ты делаешь это через силу ты выкладываешь на когда ты не хочешь это выкладывать ты не хочешь выкладывать там нет ни души ну да ну сколько можно себе наступать на горло понимаешь мы всю жизнь так вот воспитаны особенно люди шоу-бизнеса мы всегда наступаем себе на горло понимаешь вылетаем отдохнуть конечно вылетаем в час ночи понимаешь значит мы вылетаем в час на счет я лечу в горно-алтайск то есть я лечу не в горно-алтайск барнаул это послезавтра потом я лечу до горно еду на машине машины на горно-алтайск а выход на сцену в казино у меня в 12 я хочу там буду делать там же все глушатый ну ну то есть спать что ли буду целый день значит надо заказать хороший райдер так у меня там за радик там бутерброды у меня все заказано там пожалуйста на каждом этаже я там уже работала тут это же еще речь идет о том что а некоторые думают ну вот что сейчас певица такие чего и господи билеты и купили купили значит повезли люк все сняли сняли далее обед завтрак ужин дали все еще она и деньги заработать еще деньги она заработала до его а то что певица там до спала два часа то что она болеет а это бывает и такое то что мы выходим больными да и а бывает такое что и теряем сознание на сцене вот то есть у меня был такой случай когда я от перегрева потеряла сознание на сцене я не буду говорить это было в таганроге а вот и когда я очнулась я была каролиной когда я очнулась гримерке надо мной склонился организатор и говорит а каролиночка ну как твои дела я говорю да нормально серёж нам думал ну надо же ты можешь сесть и гоню конечно я могу сесть открыть он да конечно и умереть как ты нормально себя чувствуешь попей водички давай иди на сцену и тут я поняла то что мне надо идти на сцену ну вот конечно это разговор такой уже для другого интервью на профессиональные вот этой сложные как бы судьбе а сейчас таких программ в общем то много с другой стороны с каждым человеком надо о нем говорить конечно но мы же видим например это не касается что некоторые позволяют себе артисты как-то не так выступить в каком-то странном состоянии и они в какой-то степени вот этот отпечаток может наложиться на своих коллег то есть какая-то ответственность перед публикой же должна существовать безусловно что некоторая молодежь теряет так вот даже не даже не только не то что мало один не только молодежь не только молодежь а есть взрослые которые не могут там без 100 граммов выйти на сцену там где 100 там и 500 понимаешь а я не могу выйти на выпиши не потому что я такая вот волшебная да а потому что я попробовала один раз разогреть разогреть связки на студии мне сказали но выпей ты 30 грамм 50 выпей коньяка я выпила коньяка я пошла петь и когда я стал из себя слушать нет пошлость а там прям вот пошлость понимаешь я знаю ты меня не вот такой вот какой и я говорю сама себе все это никогда никогда вот просто никогда вот и все о конкурсах еще поговорим тоже стараюсь всем музыкантам потому что каждый приходит скажем к нам слушателем разными путями советское время некоторые приходили мы их и не видели как они выглядят кстати некоторые сейчас в качестве жюри сидят на некоторых конкурсах а кто-то приходил через какие-то отборы кого-то кому-то вели кому-то помогали разными путями самыми разными вот сейчас масса всевозможных музыкальных конкурсов на разных каналах и даже ездят по стране приглашают и мы видим что действительно есть ребята которые неплохо поют возникает вопрос а куда они потом все исчезают почему мы сегодня вот этот музыкальный рынок который должен быть на голову многоголосие разнообразие какое-то вот есть такое ощущение что куда-то они проваливаются потом в яму это вообще на самом деле такой жестокий вопрос сколь и для тебя и для меня это очень жестокий вопрос потому что я не знаю куда они проваливаются но я просто знаю что происходит с этими людьми по-настоящему талантливыми понимаешь может быть продюсер не взял понимаешь ведь это же нужны как отработанный материал вот материал да они уже заразились они уже заболели понимаешь кто-то не выдержал начал да и поэтому вот вот они вот так вот пропадают понимаешь это вот хорошо что появился там и юрий азеншпис со своим небесное да у димы билана вы мне очень нравится билан очень но кто бы он был без юрия азеншписа ну то есть тут еще должно быть какое-то продюсирование и какой-то какие-то люди которые могут помочь развить вот именно что вот когда вот появляется новый понимаешь вот новый артист обязательно нужна помощь обязательно как говорят талантам надо помогать бездарности пробьются сами татьяна тишинская российская певица которая сегодня работает в жанре как его мило называют русский шансон вот а можно и французский если захочет почему бы нет да тем более мы вспомнили это такой намек был сегодня кто его знает вдруг это оттуда пришло а которая является урожен урожен родилась в люберцах и напомню что очень долгое время работала как каролина но каролина никуда не исчезла она просто немножечко добавила к своему имиджу новую историю мы желаем всего самого доброго хороших песен и поклонники чтобы радовали это важно спасибо коль спасибо дорогие друзья до встречи я провела очень хорошую с тобой беседу благодарю за тактичность за интеллигентность за вот эту вот теплоту за красоту за все после этого мне только остается сказать до свидания всего доброго а и и и и и и и